приветствую хочу поделиться своей доработкой сверлильного станка bosch модели pbd 40 данная модель хорошо известна обзоров на нее хватает сегодня я расскажу о том каким образом мне удалось преодолеть тот люфт который ранее считался в ней полностью не устранимым это люфт в патроне то есть при при вот такой раскачки патрона здесь происходит стук люфт и патрон просто болтается и причем чем у нас длиннее сверло тем больше это сверло болтается и в результате получается уже не отверстие просто дырка за счет чего это происходит он корпус редуктора от данного станка станке он устанавливается вот так в таком положении и происходит следующее вал на котором у нас установлен патрон одним своим концом снизу проходит через шариковый подшипник а вторым своим концом он упирается вот вот игольчатый подшипник маркировка подшипника hk 0808 то есть наружный диаметр 12 миллиметров внутренний диаметр 8 миллиметров высота 8 миллиметров поскольку игольчатый подшипник особо точным не является то и именно из-за этого у нас болтается вал на котором крепится патрон каким образом я думал это устранить изначально я хотел поставить сюда обычную бронзовую втулку вместо этого игольчатого подшипника подходящего размера то есть снаружи диаметром 12 внутренним 8 и высотой 8 однако же мне вовремя попались шариковые подшипники на все том же алиэкспрессе наружный диаметр 12 внутренний диаметр 8 и высота три с половиной миллиметра маркировка mr 128 zz a5 10 штук в упаковке фуши берлин заменив соответственно вот этот игольчатый подшипник на две штуки вот таких шариковых подшипников удалось избавиться от люфта в патроне полностью вот здесь у нас люфт остался то есть сама вот эта голова она лифтит однако в целом этот люфт вполне устраним здесь в принципе можно придумать какие-то подкладки вот сюда для того чтобы здесь выбрать расстояние между зубчатой рейкой и корпусом собственно самого станка и тем самым люфт можно устранить вот этот же люфт в патроне ранее считался не устранимым вот но замена игольчатого подшипника на обычный шариковый его удалось устранить полностью вот это звук люфта самой головы в таком направлении люфта вообще нет по кругу люфта также нет собственно на этом все спасибо за внимание